Всем привет еще раз! Еще одна небольшая зарисовочка с курортов Черноморского побережья Краснодарского края. Особенно это актуально после наводнения. Добрались до Адлера. Адлер как Адлер, но не считая закрытых пляжей. Курортная жизнь здесь идет полным ходом. Предлагаю немного прогуляться, посмотреть и убедиться в этом наглядно. Погнали! Первое, на что стоит обратить внимание, это количество людей на набережной. Да, она не такая широкая здесь, как хотелось бы, поэтому в некоторых частях приходится проходить бачком в буквальном смысле слова. Пляжный инвентарь. Какие же его расценки на сегодня? Шезлонг 300 рублей за целый день, пляжный зонг 600 рублей, прокат качели 1200 в день, прокат качельки 200 рублей в час и прокат бунгало 3000 рублей в день. Дороговато бунгало. А что у нас здесь такое? Какое-то толпа сотворения. Да, сегодня был эпичнейший закат солнца под такой завораживающий шум волн. То, что доктор прописал для нервной системы. Жаль, солнце зашло и мы не покажем вам это наглядно. По поводу пляжей. Убирают остатки происшествий. То, о чем напоминает еще недавние события. Бревно он какое-то валяется. Может быть, но и в ковчег будут делать. Я думаю, как-никак актуально было бы его сделать в наши дни. Наверное, чем люди занимаются. Он наскладывает здесь палки. Вот то, про что я говорил. Прямо очень тесно здесь гулять. Ну, конечно, кафе. Повылазили здесь на 50 метров вперед, чем надо. Остров мармелада. 100 грамм за 180 рублей на все. Ну, аппетитненько так выглядит. Целая бочка мармелада. Серега, видел когда-нибудь столько? Где? В фильме, если только. Вкусное мороженое. Что за движуха? Роботы мороженое дело дожили. Как хорошо, что вы подошли именно ко мне. Ведь я настоящий эксперт в приготовлении напитков и вкусного мороженого. Ну, вкусного мороженого я бы с удовольствием поел, но некогда. А здесь палок гораздо больше. Видимо, до этого пляжа еще не дошли, чтобы здесь убраться. И палки, и бревна, и даже доски. Один из минусов отдыха в Адлере, на мой взгляд, это низколетающие самолеты. Ну, буквально каждые 10-15 минут пролетает воздушное судно. И пролетает очень громко над головой. Мы проезжали, над машиной пролетел. Ну, я не знаю, сколько там метров было высоты. Но я от страха чуть кирпич не отложил. Какие волны, а? Эпично, красиво, но, к сожалению, страшно. Еще вчера такие волны здесь разрушили пол пляжа. Чем меня привлекают сочинские курорты? Это, конечно же, своими экзотическими деревьями. Да, здесь их больше, чем достаточно. Особенно вдоль новой трассы. Все так уставлено пальмами. Эффектно смотрится однозначно. Пилинг-шмилинг, пиранья терапия, как я ее называю. Здесь стоит одна процедура 10 минут 500 рублей. Причем, ну, это первый курорт, где я встречаю такие длинные процедуры. То есть, обычно от 5 минут, и цена, соответственно, дешевле. Здесь сразу с 20 начали. Конечно же, цены на шашлык-машлык. Все перед вами. Шашлык из свинины 100 грамм 120 рублей. В последнее время стало очень модно делать себе афрокосички. Здесь цена от 300 рублей. Я думаю, все-таки это о них идет речь. Но это нормальная цена. Братуха, подвези. Не могу. Не? Жалко. Я не определю, кому я позову. Не знаю, что это за гостиница или отель. Когда приезжали сюда в апреле месяце, запомнилась она мне парящим бассейном. Да, он здесь с подогревом. Так и хотелось присоединиться к людям, которые здесь купались. Но я думаю, на сегодня подогрев можно и не включать. Довольно тепло. И, кстати, о погоде сегодня. Согласно Гидромет Ютуб, папа может центру. Температура воздуха на 6 июля 2021 год. 25,9 градусов тепла. Водичка замерял 25. Была в Сочи. Здесь, к сожалению, пляжи закрыты. Не могу замерить. Горячий, сочный, аппетитный кукуруза. 100 рублей. Это за все ведро? Не, за одну? Жалко, я бы купил бы. Катамараны до сих пор стоят на берегу. Не подскажу их цену. Не у кого спросить просто банально. Ну, то, что они стоят на берегу, до сих пор подсказывает, что, возможно, еще ухудшение погоды все-таки будет. Даро, братуха. Здорово. Девушка, а вы за мной? Конечно. Да? Чего ж я вроде бы живой еще? Кафе Мафе. Шашлык-машлык, блюда на мангале. Вашему вниманию весь прескурант здесь. А здесь лавочки развернули лицом к морю, чтобы сидеть вот так на закате, любоваться этой завораживающей красотой, этими волнами, этим пустынным пляжем. Да, возможно, завтра вы приедете, и эти пляжи уже не будут такими пустыми и безжизненными. Друзья, закончим нашу прогулочку. Как я говорил ранее, мы закончим даже наш челлендж-тур. Все, все курорты от Новороссийска до Сочи кончились. Адлер на нашей карте, дальше только уже Абхазия. Возможно, прокатимся туда, посмотрим по обстоятельствам, следите за нашими новинками. Конечно, если поедем, все-таки сделаем коротенькие зарисовочки. И также смотрите полноценные обзоры. Сейчас также из Адлера мы запустим прямой эфир. Если смотрите это видео, то эфир уже прошел. Заходите, смотрите полноценную прогулочку. Ну и, как всегда, в завершении, поддержите лайками, баллайками, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, колокольчик, колокольчик. До новых встреч. Всех обняли, приподняли, поставили, обняли до хруста. До новых встреч. Пока-пока. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может! Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok